Крест, она сама в себя, вот такое, которое нечетно по обоим аргументам, то есть это отображение g, и мы предполагаем, что g от минус x, y, такое же, как g от x минус y, и это минус g от x, y. Значит, если один аргумент меняет знак, то и произведение, ну, называется произведением, скажем, поменяет знак. Так, тогда n степень двойки, степень двойки, значит, на самом деле n в этих условиях равно 1, 2, 4 или 8, но это более трудно, а мы докажем только вот это, ну, в начале это слабое утверждение, значит, отсюда следует, в частности, что если мы инициалгебразделением, то ее размер на степень двойки, потому что, значит, на сфере возникает такое нечетное умножение. Для начала и для разминки мы докажем совсем, ну, не совсем, а некоторый другой результат, который, на самом деле, доказывает очень похожим способом, но немножко проще, а тоже важный результат, так называемая теорема Уорсуко-Улама. Мы тоже докажем ее с использованием когмологии проективного пространства, а потом, слегка видоизменив этот метод, докажем и вот эту теорему Хопфа. Значит, сначала докажем другой результат, при том, нечетное отображение сфер, а именно следующий важный и часто применяемый результат, что всякое отображение сферы в f3-2 пространство той же размерности склеивает антиподы. Значит, имеется, значит, n-произвольное дуральное число, f-это непрерывное отображение, ничего при нем не предполагается больше, кроме непрерывности, и утверждается, что существует такой Х на сфере, что f от Х равно f от минус Х. Какая-то пара антиподов всегда склеивается. Ну, для случая, скажем, когда n равно единице, это легко понять. Значит, речь идет об отображении сферы в окружности в прямую, то есть просто числовая функция на окружности, надо доказать, что в какой-то паре антиподов функция принимает одинаковые значения. Ну, возьмем произвольную пару антиподов, если функция принимает неодинаковые значения, скажем, в Х больше, чем в минус Х. Начнем эту пару крутить и смотри, где значение большее. Кто больше, f от Х или f от минус Х. Но когда эта пара сделает оборот на 180 градусов, поменяется Х на минус Х, поэтому там, где было большее, станет меньшее, иначе где-то должно по непрерывности пройти через точку равенства. Но для n больше, когда n больше единицы, это уже, естественно, сложнее. И мы это докажем, мы это выведем из еще более сильного утверждения, должен называть теорему Борсука. А следующим, что если имеется, значит, эта штука будет следствие такого утверждения. Если имеется нечетное отображение сферы в себя. Пусть f это отображение сферы в себя, которое нечетно, ну, то есть, что нечетно, значит, f от, кто там, минус Х, это минус f от Х. Антиподы переходят в антиподы. То такое отображение имеет нечетную степень. Значит, помните, мы определяли степень отображений многообразий, ну, скажем, в частности, для сфер, мы приближаем отображение к гладким в том же гомотопическом классе, берем точку общего положения, некритическое значение, и смотрим, сколько у нее прообразов. Те прообразы, в которых ориентация сохраняется, считаем с плюсом, в которых ориентация обращается, считаем с минусом, и это называем там алгебраическим числом прообразов. Это число не зависит от выбора точки общего положения, и называется степень отображения. Так вот, утверждается, что у нечетного отображения сфер нечетная степень. Значит, сначала увидим, почему действительно это сильнее, чем вот это утверждение о слеивании антиподов. Ну, или еще можно сказать, что степень по модулю 2 равна 1, потому что мы тоже будем рассматривать такой вариант понятия степени, степень по модулю 2, когда речь идет просто о четности или нечетности числа прообразов. Это хорошо тем, что тогда не нужно никакой ориентации, потому что когда мы рассматриваем степень обычную, без модуля 2, то нужно рассматривать ориентированное многообразие, потому что тогда нужно считать, сколько точек там сохраняет ориентацию, сколько не сохраняет ориентацию. А когда речь идет о степени по модулю 2, никакой ориентации не нужно, значит, просто берем точку общего положения и смотрим, сколько у него прообразов, четное или нечетное число, ну, 0 или 1 получается, и это тоже не зависит от выбора точки. Значит, можно сказать так, что у нечетного отображения сферы нечетная степень по модулю 2. Значит, степень по модулю 2 такого отображения, ну, это равна единице, ну, в смысле единицы, как чет нечет элемент из поля 2 элементов. Значит, сначала увидим, почему это влечет вот такую штуку. Значит, ну, хоп, вернемся позднее. Значит, предположим, что это у нас есть, и мы теперь хотим доказать, что всякое отображение сферы ВРН, РСНВРН, склеивает антиподы. Предположим, что нет. Пусть вот в этих условиях f от x сюда отлично, это f от минус x, тогда мы можем построить нечетное отображение n-мерной сферы в n-1 мерную. А именно следующим образом. Мы рассматриваем, там, g от x, где x-точка этой сферы, определенное следующим образом. Мы берем f от x минус f от минус x. Значит, мы предположили, что антиподы не склеиваются, значит, это сюда не нулевой вектор ВРН. Но можно его нормировать, тогда сделаем в единичной длине, поделившим на его собственную длину, там, вот, поделить на норму там же самого вектора, чтобы он стал уже единичным вектором, единичным вектором здесь, ВРН. То есть, в n-1 мерной сфере. Ну, и мы получили отображение, которое меняет знак при, если x меняет знак. Значит, получилось, что g от минус x, ну, тут поменяются эти штуки, и получится, что это минус g от x. Значит, g, это получилось нечетное отображение из n-мерной сферы в n-1 мерную. Значит, g, которую мы так определили, это отображение из sn в sn-1, и оно нечетное. А вот по этой теореме такого не может быть. Значит, если мы уже знаем вот это, что у нечетного отображения сферы степенью по модулю 2 единицы, то есть, степень нечетная, то такого не может быть по следующей причине. Рассмотрим это как отображение сферы sn в себя. Просто sn-1, ну, естественно, вложено в sn, как экваториальная сфера. И, конечно, с одной стороны, у такого отображения, которое рассматривается как отображение сферы в себя, должна быть степень нечетная, а с другой стороны, у этого отображения образом служит не вся сфера sn, а только ее экватор sn-1. Поэтому, значит, большинство точек имеют пустой прообраз. Все точки, ну, взять плюса или вообще все, что угодно, кроме того, что не лежит на экваторе. И отображение, которое не на всю сферу, степень 0. Поэтому получается противоречие с такой штукой. Значит, что степень по модулю 2 от этого g должна быть равна одновременной 0 и 1. Значит, 0, потому что отображение не на все, а единица по этой теореме, и получается противоречие. И так, значит, осталось заказать вот такую вещь. Ну, значит, ладно, я этого хопфа тут сотру, потом к нему вернемся, чтобы он тут нам не мешался. Итак, вот у нас дано отображение f. Вот в этой ситуации сфера в себя, нечетное отображение. Мы хотим показать, что степень по модулю 2 нечетна. Идея доказательства заключается в следующем. Мы рассмотрим соответствующие проективные пространства. Значит, когда мы у нмерной сферы склеиваем антиподы, рассматриваем отношение эквивалентности, каждый x эквивалентный минус x, фактор пространства — это нмерное проективное пространство. Оно то же самое, что и пространство прямых. В н-плюс-1-мерном пространстве каждая прямая пересекает такую сферу как раз в двух антиподальных точках. Так что можно достроить вот это отображение до такой диаграммы. Сфера, естественно, отображается в РПН. Каждая пара точек антиподальных склеивается. Здесь тоже берем РПН. Тоже естественная проекция сферы на это самое РПН. А поскольку мы предположили, что отображение нечетно, значит, пара антиподов переходит в пару антиподов здесь. То возникает естественное отображение здесь, которое делает диаграмму коммутативной. Значит, возьмем произвольную точку в этом РПН. Она пришла из двух точек диаметрально-предположенных в СН. Они под действием Ф перешли в диаметрально-предположенные точки здесь. Эти диаметрально-предположенные точки соответствуют какой-то одной точке здесь. Значит, получилось здесь непрерывное отображение вот такого вида. И вот глядя на эту диаграмму, мы хотим доказать, что степень этого f нечетна. Ну вот здесь f, здесь тоже как-нибудь обозначим это отображение. Значит, вот здесь у нас f стоит, но как-нибудь здесь, скажем, g пускай будет отображение между этими проективными пространствами. Ну мы считаем, что f там, если оно было непрерывно, все равно уже мы его заменили на гладкое отображение, близкое к f, значит, не поменяв его к эпидемический класс. Так что с самого начала считаем, что f гладкое, тогда и g здесь тоже гладкое отображение. И посмотрим, какая степень g по модулю 2. Утверждается она такая же, как и степень f. Степень по модулю 2 от этого g будет такая же, как степень по модулю 2 от f по следующей причине. Возьмем какую-нибудь точку общего положения. В рпм, вот тут вот, какую-нибудь там точку P. Посмотрим на все ее прообразы здесь. Значит, пусть какой-то там x1 и так далее, xk, здесь лежащие. Это все ее прообразы, значит, вот этот набор, это как раз и есть g минус 1 от P. Сколько над этой точкой P висит точек тут sn? Ну, две точки, x какой-нибудь и минус x обозначим их. Значит, какие-то x минус x, это те точки, которые переехали в это P при естественной проекции. Что, ну, не x какой-нибудь, что x тут, а и минус A. Какие точки вот в этой sn лежат над A и над минус A? Ну, неизвестно, кто из них лежит, кто над A, кто над минус A, но ясно, что полный прообраз вот этого множества из двух элементов при этой стрелке, то же самое, что полный прообраз вот этого множества, вот при такой стрелке. То есть, значит, f минус 1, полный прообраз от этого двух элементов множества A и минуса, все точки здесь, которые попали вот либо сюда, либо сюда. То есть, те точки, которые вот при такой, при таком пути, вот из этой сферы, по этой стрелке и по этой стрелке, попали в P. Ну, сколько диаграмма коммутативная, значит, все равно, что идти по этой стрелке или по этой. Так что, чтобы попасть вот так и так, или все равно, что то же самое, вот так и так, в P, нужно при этой стрелке попасть в одну из этих точек. То есть, это то же самое, что полный прообраз от X1, когда-либо XK. Почему она коммутативная? Ну, как мы так построили ее? Как мы эту стрелку определяли? Так, чтобы диаграмма была коммутативная. То есть, а что это такое, это наше отображение? Ну, это то отображение, которое дополняет все коммутативные диаграммы. А почему ее можно построить? Ну, именно потому, что отображение было нечетно. То есть, мы взяли какую-то точку, подняли ее сюда, посмотрели, что происходит здесь и опустили сюда. То есть, само построение ясно, что... То есть, оно уже просто определяется, как то единственное отображение, которое делает диаграмму коммутативной. А возможность его построения втекает из-за того, что антипода здесь, приходят антиподы здесь. Ну, вот значит, сколько элементов в этом множестве? Ну, 2к, значит, у этого множества, значит, если посмотрим на порядок этого множества, получим 2к элементов. На каждой точке x здесь висят две точки здесь. Хорошо, так сколько тогда порообразов у a, и сколько порообразов у минуса при отображении f? Ну, если у точки a какие-то прообразы, то у точки минуса прообразы как раз минус они. То есть, если мы все прообразы А обозначим как Y1, там Y сколько-нибудь, Y какой-нибудь, S, они все перешли в А под действием F, то точки минус Y1, минус YS, это все точки, которые перешли в минус А. У нас было нечетное это выражение, значит, антиподов, антиподы. Но поэтому вот этот набор плюс этот набор, это и есть полный прообраз множества, состоящий из точек А и минус А. Тем самым это просто вот этот набор из два каточек. Ну, отсюда следует, что на самом деле никакой не S, а просто то же самое k. Мы не знаем там, кто из этих точек Y, кто X, а кто минус X. Но число прообразов при этом отображении F у произвольной точки, у точки А, это то же самое k. Значит, у точки А и у точки минуса, у них вместе у этих точек 2k прообразов, тем самым каждый из них пока прообразов, поскольку прообразы A, это антиподы, прообразов минуса, в силу нечетности этого F. Значит, то же самое, значит, у точки А, k прообразов. Ну, то есть то же самое число k, что и сколько прообразов было у этой самой точки P общего положения. То есть, значит, отсюда и следует, что это k, которое по модулю 2, это одна степень, то же самое k получилось, что и число прообразов какой-то точки общего положения вот в этой сфере. Значит, достаточно показать, что, если мы хотим показать, что у F нечетная степень, что вот у этого отображения G нечетная степень. Вот, а теперь как это делается? А вот для этого нам нужно использовать теорию к гомологии и гомологии этого проективного пространства. Значит, для применений этих теорий, собственно, даже можно и не знать, что это такое за теория, и как это нам и строится, а важны только формальные свойства. Но все-таки лучше, значит, какое-то представление об этом и иметь. Поэтому я очень кратко попробую объяснить, что такое гомологии. А гомологии, может, даже не буду пытаться объяснять, как-то так само получится. Значит, пусть оно какое-то многообразие, мы хотим определить его группу катых гомологий. Для этого нужны еще коэффициенты. Коэффициент у нас будет либо целые числа, либо F2, то есть 0,1. Как раз вот для этих применений у нас, они двухэлементные будут, 0,1. Но в общем случае можно так сказать, что комерные гомологии – это группы комерных циклов. При этом надо два цикла даже действить, если они гомологичны. Что такое комерный цикл? Ну, одномерный цикл – это сравнительно легко объяснить, что такое. Это набор ориентированных кривых, но ориентированных в случае, когда коэффициенты z и просто кривых без ориентации, когда коэффициенты z2. Набор кривых с весами. В mn несколько кривых проведено, каждый из них там целочисленный вес приписан, или опять же просто 0,1, если коэффициенты такие. И это называется одномерным циклом. Что такое одномерный цикл гомологичной нулю? Подробно объяснять не буду, типичный рисунок. Пусть у нас имеется плоскость R2, из которой выколоты две точки. Пусть наше многообразие – это R2 минус одна точка, вот это А минус другая точка, Б. Какие у нее гомологии одномерные? H1 от этого M. Это на самом деле, ну там с целыми коэффициентами, это будет 2z в квадрате, то есть свободная Абельева группа с двумя образующими. И где я вижу эти образующие? Это один вот такой цикл, обходящий точку А, там надо ориентированному взять, и второй цикл, обходящий точку Б. Почему эти циклы существенны? Потому что они не ограничивают треугольник в нашем многообразии. А вот такой цикл, где-нибудь в стороне лежащий, он ограничивает треугольник, поэтому он называется тривиальным, он гомологичен нулю. Почему еще один цикл, который здесь можно было бы нарисовать, вот такой А, Б, который их и точку А, и точку Б охватывает сразу? Почему это не новый цикл, а что-то такое, что выражается через вот эти два цикла, которые я нарисовал здесь? Он на самом деле гомологичен их в сумме. Что значит, что вот этот цикл гомологичен вот такому? Это значит, что их разность гомологична нулю. Почему их разность гомологична нулю? Возьмем разность, что будет означать, что здесь я обращаю ориентацию, здесь были стрелки такие, а здесь такие. Почему в проколотой плоскости тот цикл, который я нарисовал, вот такая кривая с одной ориентацией, и тут две кривые вокруг двух выкилоков, с другой ориентацией. Что значит, что этот один цикл гомологичен нулю? Это значит, что есть граница некоторой два цепи. А что такое два цепи? Опять же, не буду объяснять в общем случае, я только нарисую, почему это граница два цепи. Потому что всю область между этими кривыми, вот тут вот, вот эта область, которая является частью нашего М. То есть, значит, из того, что внутри внешний кривой, я выкинул внутренность этих двух треугольников. Всю эту область можно разбить на треугольники, и граница каждого из них будет гомологична нулю. То есть, я всю эту штуку разбиваю, треангулирую как-то, разбиваю на треугольник. Здесь вот такой треугольник, здесь какой-то такой треугольник, что-нибудь такое. У каждого треугольника я беру границу. Значит, какой-то вот такой один цикл. Граница треугольника, лежащая в нашем многообразии, ну, в нашем множестве, объявляется тривиально гомологичной нулю. Когда я вкладываю все эти границы, что получится? Вот тут внутренние части, значит, общая граница двух примыкающих треугольников. Один считается знаком плюс, в другой раз со знаком минус, если я беру их ориентированными. Это все уничтожается. А что останется, это вот эта часть границы, ну, и граница вот этих треугольников с нужной ориентацией. Поэтому, если я объявлю гомологичными нулю один цикл, который возникает из треугольников, лежащих в многообразии и их суммы, то как раз получится, что вот этот, ну, значит, получится, что вот этот большой цикл гомологичен в сумме этих двух. И поэтому это будет базис. А сам вот этот треугольничек, он не гомологичен нулю, потому что я его не могу представить как границу треугольника, лежащего в моем многообразии. Именно за счет того, что я точку выкинул. Значит, вот такое, значит, надеюсь, какое-то представление о гомологиях вы получили из этих объяснений. Значит, что тут, что нам будет нужно знать об этих самых гомологиях? Значит, прежде всего, что они есть, определены для, там, произвольного топологического пространства, у нас они для многообразий будут, что эта штука является ковариантным функтором, то есть, если имеется отображение многообразий, то имеется, ну, вообще, x в y в какое-то дано, то возникает и отображение гомологий, идущие в ту же сторону. Еще полезно знать, что если имеется некоторое компактное многообразие ориентированное размерности n, то в нем имеется фундаментальный цикл. Это само многообразие, грубо говоря, рассматриваемое как цикл соответствующей размерности n. То есть, если имеется ориентированное компактное многообразие размерности n, то здесь имеется некоторый выделенный элемент. Ну, грубо говоря, если это, скажем, двумерная сфера, то в двумерных гомологиях, если сфера была ориентирована, имеется выделенное образующее. Ну, так ее можно представить себе, если думать о треугольниках, как следующим образом. Триангулируем как-нибудь нашу сферу, ну и все треугольники возьмем там с коэффициентом единицы, если они правильно ориентированы согласованным образом. Впрочем, у нас коэффициенты будут z2, поэтому, значит, об ориентации их можно забыть. Да, просто можно сказать, что у любого компактного многообразия, значит, коэффициенты у нас двухэлементные, значит, 0 и 1. Тогда, если МН компактное многообразие, уже неважно ориентированное или нет, вот эта группа состоит из двух элементов, 0 и 1. То есть имеется ровно один нетривиальный цикл, так сказать, само многообразие, рассматриваемое как образующая сооритетующая группа гомологий. Теперь, что отсюда вытекает, значит, не вытекает, но, значит, какой факт, который, надеюсь, легко поверить, что если мы возьмем проективное пространство РПН, то его гомологии устроены следующим образом. Во всех... То же самое верно во всех размерностях. Его гомология при любом и от 0 до n, это та же самая группа из двух элементов. Потому что в ней, у РПН имеются циклы любой размерности, как они получаются, по вложениям, скажем, как получается какой-то вот цикл размерности И. Мы возьмем проективное пространство соответствующей размерности, здесь лежащее, РПИ, лежащее в РПН. Это некоторое компактное многообразие, в нем имеется его собственный фундаментальный цикл. Значит, такое вложение РПИ в РПН индуцирует некоторый гомоморфизм на группу гомологий. Конечно, надо еще отдельно объяснить, почему, во-первых, все элементы получаются здесь, и почему, скажем, РПИ лежит здесь гомологически нетривиальным образом, почему оно не стягивается в точку. Но это как раз можно будет объяснить следующим образом, потому что РПИ трансверсально пересекается с вложенным подпространством дополнительной размерности. Если в этом самом РПН рассмотрю вот одно РПИ, другое РПН минус И. Здесь размерность минус И, здесь И. Такие два подпространства пересекутся в одной точке. И это, как раз и обеспечивает нетривиальность такого вложения в смысле гомологий. Потому что если какой-нибудь цикл гомологичной нулю, ну, скажем, вот такой, границы какой-то области, пересекается с каким-то другим циклом, то этот другой цикл должен в эту область войти и выйти. И поэтому число пересечения должно быть четным. Как бы то ни было, значит, вот какие гомологии у этого самого РПН. Но кроме гомологии нам еще понадобится когомология. Что это такое? В общем виде это сказать уже несколько труднее. Хотя, впрочем, сказать-то как раз можно, что это просто нечто, особенно для коэффициентов Z2 это легко сказать. Ну или вообще-то рациональных коэффициентов для целых немножко сложнее. А когда коэффициенты поля, то можно сказать, что когомология это просто двойственное пространство к гомологиям. Но впрочем, лучше о них думать следующим образом. То есть имеется некие абстрактные научные определения. Полная путница с этим происходит. Потому что слишком много этих абстрактных определений. Поэтому разные авторы, там каждый выбирает свое. И мало кто удосуживается объяснить, почему это то же самое, что определение к гомологии другого автора. И тем более некоторые определения для хороших пространств совпадают, а некоторые нет. Как бы то ни было, имеется некоторое абстрактное кольцо к гомологии, которое мы можем приписать любому топологическому пространству. Но для любого топологического пространства, что это такое? Это сильно зависит от того, какое именно определение принимаем. Для хороших пространств, вроде многообразий, определения все должны приводить к одному и тому же, имеется некоторое кольцо к гомологии. В случае, когда коэффициенты у нас Z2, а пространство это хорошее компактное многообразие, очень легко сказать, что такое это кольцо. Потому что гомология и гомология находятся в двойственности. Одно это сопряженное пространство к другому. То есть пространство линейных отображений из, скажем, гомологии в поле. Ну и там Z2, почему-то F2 обозначил поле из двух элементов. Значит, если х это у нас компактное многообразие, то это самое h и от х это то же самое, что сопряженное гомологиям. h и х со звездочкой. Где звездочка означает пространство линейных отображений, вот отсюда в основное поле. Значит, h и х это векторное пространство над полем из двух элементов. Но поле из двух элементов, значит, векторное пространство над полем из двух элементов просто означает группу, в которой каждый элемент имеет порядок два. Если сложить его самим собой, то получится ноль. Значит, у этого вектора пространства есть двойственное пространство, все линейные отображения в F2. Вот к гомологии оказываются равны такой штуке. Что означает, что имеется некоторая двойственность или спаривание между к гомологиями и гомологиями. Если я возьму один элемент из к гомологии, другой элемент из C, какого-нибудь лежащего в гомологии, то тогда определен вот такой элемент. Если я думаю об этом U как о функциях на гомологиях. Значит, просто по паре элемент Итых к гомологии и элемент Итых к гомологии соответствует некое число F2, билинейно зависящее от обоих аргументов. Значит, это будет просто либо ноль, либо единица. Вот такая штука. Теперь для нашего RPN вытекает, что... А, диаграмма-то мне тут нужна сейчас, но... Следующее, что... Значит, гомологии устроены таким же образом. Значит, в каждой размерности по одному элементу. Нетривиальному. К тому же это еще и кольцо. Кольцо это выглядит следующим образом. Значит, все гомологии от RPN, это кольцо, выглядящее следующим образом. Имеется один элемент, как я его обозначу, там, O, U. У него... Он соответствует, на самом деле, классу гиперплоскости. Его степени соответствует проективному пространству меньшей размерности. И... У в степени N это еще не ноль, а У в степени N плюс 1 это уже ноль. Значит, нужно еще аппетитализовать по отношению, что N плюс 1 равно нулю. То есть, иными словами, элементы выглядят следующим образом. Это, там, A0 плюс A1, U плюс, там, A2, U квадрат и так далее. А N, U N, где каждая АИ это просто ноль или единица. А, а, вот такое кольцо, а у в степени N плюс 1 это уже ноль. Значит, это образующее этого самого кольца. Вот так оно выглядит, это кольцо. А чтобы, значит, более геометрически себе это представить, надо еще одно свойство этих гомологий знать. Это для кольца. Для кольца. Для кольца. Для кольца. Это для полной, для, а, звездочки, имею в виду, они все вместе сложенные. То есть, собственно, кольцо, вот как кольцо, это все гомологии вместе взяты. Градуированное кольцо, это прямая сумма своих отдельных компонентов, H0, H1, H2 и так далее. Все вместе обозначаются звездочки, имеется в виду, что прямая сумма отдельных градуированных компонентов. Значит, чтобы это все лучше представить, надо еще знать такой, факт под названием двойственность Пуанкаре, который говорит нам следующее, что имеется естественный изоморфизм между гомологиями мерного многообразия. Опять, многообразие компактное, коэффициент по модулю 2. Хотя, например, здесь и для любых коэффициентов, либо верность многообразие ориентированное. Они, естественно, изоморфные к гомологиям двойственной размерности. H, N-I от того же многообразия. Таким образом, каждый цикл размерности I какой-то можно представлять себе как элемент к гомологии вот этой размерности N-I, которая, в свою очередь, есть функция на гомологиях размерности N-I. То есть, таким образом, из-за этого изоморфизма возникает некоторое спаривание. Каким образом выглядит этот изоморфизм? Это изоморфизм как выглядит? Нет, из предыдущего это не следует. Это отдельная история. Это соответствие, что к гомологии можно рассматривать как функции на гомологиях, это верно и не для многообразия, а для призвольных полиэдров, которые как-то там плохо разбиты на треугольничке, может быть, с ребрами, с самопересечениями и так далее. А двойственность, по-моему, это что-то, что именно для многообразия выполняется. Значит, возникает такая двойственность между гомологиями в размерности I и гомологиями в размерности N-I. Значит, я беру элемент, скажем, гомологии здесь, по вот этому изоморфизму, только наоборот, N-I будет написать, а здесь I. Понимаю это как функцию на имерных гомологиях, и применяю эту функцию вот к этому элементу. И получается белинейное отображение отсюда в F2. Как это геометрически себе представлять? Это геометрически легко описать. Это называется индекс пересечения. Если имеется и мерный цикл, и N-1 мерный цикл, ну, да, здесь, собственно, и совалы. Вот имеется, значит, в N-мерном многообразии что-то и мерное лежащее, ну, какое-то и мерное подмногообразие, и какое-то N-мерное подмногообразие. Они пересекаются, возможно. Но считая, что пересечение трансверсально, мы считаем количество точек пересечения. Значит, в случае ориентированных многообразий, значит, надо там учитывать ориентации, в случае неориентированных коэффициентов за 2, как у нас сейчас происходит, надо просто считать четность или нечетность числа точек пересечения. Так вот, именно из-за того, что RPI и RPN-I в общем положении пересекаются по одной точке, видно, что, значит, тогда если я возьму там RPI, или рассматриваю как элемент его, ну, класс этого пространства, класс этого мерного цикла, как элемент этой группы гомологии, я здесь возьму класс вот этого пространства здесь, они пересекаются трансверсально, значит, эта пара перейдет тем самым в единицу, откуда и видно, что соответствующие элементы здесь не нулевые. Хорошо, значит, вот такое, конечно, весьма приблизительное, то есть, ну, описание правильное, определения никаких точных не давал, но, значит, надеюсь, когда вы будете изучать более все аккуратно, значит, что-то будете уже узнавать, что что-то такое вы видели из этой жизни. Значит, вот как выглядит это самое кольцо. Еще надо теперь сказать, как степень по модулю 2 выражается через все эти гомологии к гомологии. Значит, если дана, скажем, просто иммерная сфера, ее отображение в себя, ну, или вообще ориентированное многообразие тоже годится, ну, сфера просто будет, и какое-то ее отображение в себя. Кто такой ее степень, степень этого отображения? Значит, ну, я давал определение через число точек в образе, а можно так сказать, возьмем это отображение F и посмотрим, что оно делает на гомологиях. Именно на старшей гомологии в степени N. То есть, тут имеется некоторое отображение, там, F со звездочкой, соответствующую этому F, которые отображают нмерные циклы. Так вот, это есть свободная абелевая группа с одной образующей. Это Z, так, абелева группа, и это Z. Поэтому гомоморфизм из одной в другое, это есть умножение на некоторое число. Вот это число, это коэффициент, с которым растягиваются гомологии, в этом смысле, это и есть та самая степень. Ну, вот, например, если N равно 1, и мое многообразие – это окружность, и оно само в себя отображается с N раз накручиваясь. То есть, отображение там в комплексных числах выглядит как Z умножить на Z в степени N. Точка N раз, здесь точка 2 раз, а здесь она в N раз быстрее. Это отображение степени N, как видно из подсчета числа прообразов. Ну, а также можно сказать, что из-за того, что эта окружность как бы N раз вокруг себя наматывается, значит, ну, из любого определения гомологии, видно, что как раз коэффициент N будет при… когда мы перейдем к гомологиям, значит, когда мы возьмем вот H1 от S1, и соответствующее этому отображению F, отображение F с звездочкой этой группы в себя, это и будет умножение вот на это самое число N. Хорошо, значит, это для сфер или ориентированных многообразий, и также для неориентированных многообразий, и когда коэффициент у нас по модулю 2, это степень по модулю 2 может быть интерпретирована как тот коэффициент, с которым растягиваются гомологии, но это коэффициент или 0, или 1, на самом деле. Значит, если теперь у нас произвольное какое-то многообразие MN, необязательно ориентированное, коэффициенты по модулю 2, я смотрю, с каким коэффициентом отобразились гомологии, на самом деле здесь просто стоит группа из двух элементов, здесь группа из двух элементов, так что гомоморфизм либо нулевой, тогда степень по модулю 2,0, либо тот единственный ненулевой гомоморфизм из группы из двух элементов себя, значит, тогда степень по модулю 2,1. Ну, значит, вместо гомологии, переходя к двойственным пространствам, всем успехом мы можем говорить о ко-гомологиях, только надо сказать, что как гомология образует ко-вариантный функтор, если одно пространство X отображается в Y, то гомологии отображаются в том же направлении, а ко-гомология – это контр-вариантный функтор, они отображаются в противоложном направлении, поэтому здесь лучше нарисовать вот так, F и звездочка наверху, ну, это просто, поскольку сопряженные пространства, тем линейным пространством, тем же успехом можно сказать, что мы рассматриваем отображение ко-гомологии и смотрим тот коэффициент, с которым происходит здесь растяжение, этот коэффициент и будет степень по модулю 2. А почему мы, если у нас гомологии отображаются в эти же гомологии с нулевым коэффициентом, почему мы утверждаем, что это отображение реальное? Нет, ну, степень будет, но такой фактор тоже не доказывает, что степень по модулю 2 может быть определена следующим образом, как тот коэффициент, с которым растягиваются нмерные гомологии. Насколько это верно, скажем, для ориентированных многобразий, ну, так можно поверить, что это тоже верно и для его общем случае. А что из этого следует? А сейчас будем, я не собираюсь доказывать эту самую теорему. Помните, в этой диаграмме я хочу доказать, что было нечетно, что… Давайте вернемся теперь к тому, что мы собираемся доказать. Здесь у меня был нечетное отображение, я дополнил диаграмму отображения проективных пространств, я хотел доказать, что здесь степень нечетного модуля 2, я проверил, что достаточно доказать, что у этого отображения степень нечетного модуля 2, И вот теперь мы уже с помощью этих когмологий можем это сделать таким образом. Вот у меня мое отображение G. Я хочу доказать, что его степень по модулю 2 нечетная, то есть единица. Для этого я рассматриваю как раз отображение когмологии этих пространств, идущие в противоложное направление. Но здесь и РПН и там, и там, поэтому, собственно, в любом случае отображаются эти когмологии в себя. Ну, просто надо рисовать стрелки в любом направлении. Значит, я рассматриваю кольцо когмологии от РПН, отображающееся G со звездочкой, с обращением стрелок, ну, само в себя. Значит, я хочу увидеть, что это отображение, на самом деле, изоморфизм всего этого кольца на это кольцо. И тем самым, ну, доставлю, все компоненты растянутся в один раз, и тем самым старшие компоненты, и тем самым степень по модулю 2 будет единица. Почему это так? А вот возьмем вот ту самую образующую U. Значит, представим себе это кольцо вот в таком виде, как и здесь написано. То есть многочлены от U с коэффициентами 0,1, но после n-ой степени еще писать не надо, потому что там дальше нули идут. Такое отображение – это кольцевой гомоморфизм. Значит, это когмология, это некоторое кольцо, и соответствующее кольцо, есть контравариантный функтор, опять же, если одно пространство отображено в другое, возникает гомоморфизм колец, идущий в предположенном направлении. Значит, мы хотим изучить этот самый гомоморфизм колец. А как это кольцо может отобразиться в себя? Здесь был какой-то F2 от U с какой-то образующей. Значит, в соотношении n плюс 1 равно 0 имеется. Значит, оно отображается в себя. Оно отображается в себя, но при этом это отображение сохраняет еще грандуировку. Значит, когмологии какой-то и той степени переходит в когмологии и той степени. В этом частности, вот это образующее U, которое лежало в первых когмологиях здесь, оно отображается в какой-то элемент первых когмологий здесь, в элементов первой степени. Но U здесь переходит во что-то, что лежит в первых когмологиях. В первых когмологиях лежат только два элемента, сам U и 0. Значит, первая когмология, как и все остальные, там, в размерностях от 0 до n, были из двух элементов. 0 и соответствующая образующая, ну, там, U в какой-то степени. Поэтому мы хотим показать, что U перешло именно в U, а не в 0. Значит, если она переходит в себя, U переходит в само себя, но это кольцевой гоморфизм, если образующее осталось неподвижное, то и все элементы остались неподвижные, тем самым это когморфизм тождественной, и тем самым, значит, вот эта самая степень по модуле 2, которая показывает, как старший компонент, а там, h, n, растягивается, будет единицей. Значит, вопрос в том, почему U перешло именно в U, а не в 0. Значит, на самое пришло сюда, вот этот вариант мы хотим исключить. А вот какое рассуждение тут нам нужно. Вот эти гомоморфизмы, там, F со звездочкой, которая действует на гомологиях, там какой-то, если x в y отобразился, то было какое-то отображение h, x, h, y, и F с верхней звездочкой, которая действует, значит, было F, которое x в y отображает. А F с верхней звездочкой отображает, наоборот, h, когмология, y в h от x. При этом выполняется следующее соотношение между этими объектами. Значит, если я возьму какой-нибудь цикл c, лежащий в h и x, и какой-нибудь элемент когмологии, лежащий в h и y. Значит, возьму я какой-то тут был x, он отобразился в y. И в x и в y была двойственность между гомологиями и когмологиями. Но я могу теперь сделать две вещи. Вот я беру какой-то, значит, цикл c, вот здесь, лежащий в гомологиях этого, и какой-то u я его сверху нарисую в когмологиях y. Значит, я могу теперь сделать две вещи. Либо с помощью f в прямом направлении этот цикл, значит, элемент группы гомологии, отобразить в y и спарить его с этим u. Или я могу, наоборот, сначала u этим контравариантной стрелкой перегнать в x и спарить его с этим c. Вот, вероятно, получится одно и то же. Значит, это такая формула, которую тоже, конечно, не будем там проверять или объяснять. Значит, что если я возьму в этих условиях f со звездочкой от u и спариваю его с этим c, это происходит спаривание между когмологиями и гомологиями в x. Мы разве не устраиваем таким образом все эти функторы, чтобы так происходило? Да, вот так и устраиваем. Ну, все функторы устроены хорошо. Я не объяснял просто, что это такое. Я не могу ничего доказать. Но при построении теории вот это, значит, проверяем, легко проверяемое свойство, что это то же самое, что, ну, спаривание с образом цикла c. Ну, впрочем, при некотором определении, как двойственное векторное пространство гомология, будет более-менее автоматически. Знаете, как есть там одно векторное пространство на другое отобразить, возникает встречное отображение там дуальных пространств со звездочкой. Ну, и аналогичное свойство, да, будет просто там тривиальностью некоторой. Хорошо, значит, вот такое свойство. Значит, что мы хотели доказать? Мы хотели доказать, что в этой нашей ситуации образующая у перешла в себя, а не в ноль. Значит, вот что нужно нам проверить. С этой целью мы берем вот здесь вот одномерный цикл, который мы означаем c, лежащий в, значит, где там аж один гомологии этого самого rpn. Но этот цикл, то есть это тот, который представлен классом проективного одномерного пространства. То есть просто такое, ну, одномерное проективное пространство вещественное, это окружность. Значит, эта окружность там лежит вот тут. Вот, значит, c, ну, как бы, это в квадратно-скобочках обозначено, чтобы это был единственный класс гомологии. Это самого rp1. Вот здесь берем такое c. Класс гомологии, это в смысле гомологии взятые остановили бы единицы? Да, 0 единицы здесь. То есть, ну, просто само rp1 как бы вот и есть. Вот это некоторая кривая замкнутая, с коэффициентом единицы там берется. Значит, ну, все равно, какое именно rp1? Там много, конечно, этих одномерных подпространств. Они все между собой, они представляют себе один класс гомологии. Так, значит, и теперь мы делаем это самое вычисление для нашего... пространства, значит, вот у нас, мы берем у здесь, в когомологии их здесь, мы берем c в гомологии их здесь, у это, значит, элемент одномерной когомологии был. Вот, напишем эту формулу, что f с верхней звездочкой от u с c, это то же самое, что u и f с нижней звездочкой от c. Значит, что мы хотим показать? Что вот это вот, есть u, а не ноль. То есть мы хотим показать, что эта штука не ноль. Значит, вопрос в том, почему это не ноль, а это, значит, то, что нам и нужно. Что u не могло перейти в ноль. Вот эта стрелочка, это и есть действие f со звездочкой. То есть нам нужно показать, что вот эта штука не ноль. А эта штука не ноль, потому что, значит, u это был ненулевой элемент в первых гомологиях, образующий. Он принимает ненулевое значение на образующих в гомологиях. То есть весь вопрос сводится к тому, почему вот эта штука не ноль. Значит, почему f со звездочкой от c это не ноль. Вот это и есть то, что нам нужно проверить. Теперь давайте посмотрим, что мы, значит, к чему пришли. Вот у нас возникло отображение rpn в себя, которое пришло из, вот я, правда, стер верхнюю часть этой диаграммы, из некоторого нечетного отображения сферы в себя. Почему тот одномерный цикл, нетривиальный, который здесь сидит, перешел в нетривиальный одномерный цикл вот сюда под действием g? Ой, а где у нас там f со звездой? Ой, значит, вместо f, значит, сюда было надо g, о, сейчас поджулим как-то будет. Здесь там, пускай изначальное отображение было g, а это станет f тогда, потому что слишком многое будет менять тогда во всех остальных местах. Значит, f то, что я раньше означал g, это отображение самых rpn. Там вот все, слева, даже с звездочкой можно f слева, на левой доске вверху, на левой самой доске вверху. Да, ну, в общем, где-то там у меня, значит, да, хорошо, значит, там g окончательно перепутались, но все равно свелось вот к чему, что, значит, если дана такая диаграмма, значит, это все, еще вернемся к этой диаграмме, то есть вот, что нам нужно проверить только, что если дано здесь, да, здесь нмерная сфера, и здесь нмерная сфера, и вот здесь такие отображения, здесь было нечетное отображение, из него мы сделали вот это отображение rpn-ов, то нетривиальный цикл в rpn перешел в нетривиальный цикл вот сюда, здесь вот. А теперь давайте поймем, как по замкнутой кривой, лежащей в rpn, понять, представляет она нетривиальный цикл, один цикл, или тривиальный один цикл. То есть я беру некоторую замкнутую кривую, то есть отображение окружности, или, скажем, отрезка h из 0,1 вот сюда с равными концами. Вот такая окружность, она и всякий одномерный цикл здесь представлен, может быть, представлен как класс такой окружности. Некоторые окружности будут представлять тривиальный цикл, например, там просто в двумерной плоскости rp2, если я представлю как вещественную плоскость, с чем туда добавленной бесконечности, просто обычная окружность, конечно, представляет собой тривиальный цикл, она ограничивает какой-то диск. А вот rp1, там лежащее, которое уже нельзя на конечной части плоскости нарисовать, это наоборот нетривиальный один цикл. Так вот как же по такому отображению из отрезка в rpn понять, представляет оно тривиальный цикл или нетривиальный? А вот как? Надо поднять его в это накрытие, поднять его в сферу, и посмотреть, что там произойдет. Помните, мы обсуждали, что если имеется накрытие, а в данном случае как раз у нас типичный пример накрытия двулистного, в каждой точке два прообраза, каждый окрестный маленький диск в сн взаимно однозначно переходит на диск сюда. Значит, если возьмем произвольную точку здесь, окружу ее маленькой окрестностью, ее прообразие это два типа дальних диска, каждый из которых лежащих в сн, каждый из них гомеоморфно отображается на... Кстати, это уже диск здесь. Это накрытие, значит, всякое отображение отрезка сюда поднимается вот сюда. Это можно подполнить вот такой противной диаграммой. Сначала имеется путь в сн, в сфере, который потом опускается в РПН. Каким образом путь в сферу может опуститься до замкнутого пути в РПН? Двумя способами. Или этот путь соединяет антиподы, либо он остается замкнутым путем и в сфере. Если мы имеем замкнутый путь в сфере, но мы считаем, что n больше единицы, сфера размерности 2 или больше односвязна. В ней всякий путь стягивается в точку. Потому что всякий путь, если он гладкий, он не накрывает всю сферу, он лежит в дополнении точки, там все в дополнение на точке стягиваемое, и путь такой стягиваемый. Значит, если у нас путь поднимается до замкнутого пути в сферу, то он стягивается в сфере, но тем самым имеется некоторая гомотопия между нашим путем и отображением постоянным. Всю эту гомотопию можно опустить в РПН. Гомотопия от некоторых отображений будет из 0.1 умножить на 0.1 сюда, и можно будет все это дополнить, взять композицию такого отображения с вот этой стрелкой и получить такую же гомотопию в РПН. Значит, если у нас путь поднимается в замкнутый путь в СН, то он здесь тривиален. Он гомотопически тривиален, он стягивается в точку. И соответствующий цикл тоже получается тривиальным. Значит, гомотопным кривым соответствуют гомологичные циклы. Если же мой путь поднимается в путь, который соединяет антиподы, то он, наоборот, не гомотопен нулю здесь. Потому что, помните, мы доказывали, что если имеется накрытие, и путь гомотопный нулю здесь, в базе, то он поднимается до замкнутого пути в накрытие. Поэтому, значит, путь здесь... Значит, если при поднятии в сферу мой путь соединяет антиподы, это значило, что вот эта петля в РПН не стягивается... Ну, на самом деле, значит, такой путь... Если имеется вот путь в сфере соединяющей антиподы, его гомотопией можно продеформировать просто в дугу меридиана, соединяющего противоположные полюса. Ну и соответствующая гомотопия здесь будет гомотопией между моей кривой, которая представляет некоторый один цикл, и стандартным один цикл, значит, из меридиана, соединяющего полюса в сфере, что здесь получается? Ну, проективное пространство, как раз, РП1. Как получить РП1 как часть РПН? Надо, если РПН представлены как образ сферы, я беру произвольный меридиан, или вообще произвольную такую половину большой окружности какой-нибудь, она опускается до экземпляра РП1 здесь. Значит, и такая штука будет нетривиальной. Значит, замкнутый путь в РПН представляет не нулевой класс одномерной гомологии, тогда и только тогда, когда его поднятие в СН соединяет антиподы, а не является замкнутым путем. Но исходя из этого критерия, мы немедленно получаем то, что мы хотим, а именно, что при этом отображение, которое там то ли F со звездочкой, то ли G со звездочкой, у нетривиального цикла в РПН, образ нетривиальный цикл в РПН. Потому что я беру нетривиальный цикл, представляю его как образ какого-то Путина, получается, скажем, таким образом. Я поднимаю вот мой... Я беру, параметризую меридиан какой-нибудь в СН, опускаю эту штуку вот сюда, здесь получается нетривиальный цикл, один цикл. Теперь я беру его образ при таком отображении. Что это значит? Это все равно, что взять отображение в СН, потом пройти по этому нечетному отображению, а потом опуститься вот сюда. Но теперь заметим, что если мой путь здесь соединял антиподы в СН, то когда я применю это нечетное отображение, я по-прежнему получу новый путь в сфере, по-прежнему соединяющий антиподы. Значит, если имеется нечетное отображение сферы в себя, то путь, соединяющий антиподы, перейдет в путь, соединяющий антиподы. Поэтому здесь вот был такой путь, соединяющий антиподы, здесь какой-то другой путь, какие-то соединяющие другие антиподы, ну, естественно, там fx с f-x каким-то, но здесь он снова опустится до гомотопически-нетривиального пути. Значит, вот из такой картинки здесь был нетривиальный путь, он поднимался до такого меридиана, скажем, я применяю его нечетное отображение, опускаю его сюда, здесь получается такое же нетривиальное отображение. Значит, получается, здесь цикл не нулевой. Значит, вот идея и доказательства, конечно, это еще не доказательство, потому что там надо обосновать всю эту теорию гомологии и гомологии, но, значит, я хотел просто показать, как это делается. Ладно, теперь давайте те же самые идеи чуть-чуть видоизменим и докажем теорему Хоббфа о степени двойки. Значит, напомню, что там делалось. Здесь у меня имеется отображение СН-1 в СН-1 в эту самую сферу, нечетное по обоим аргументам. Просто нечетное. Мы хотим показать, что это степень двойки. Мы делаем тот же самый трюк. Мы пропускаем это через проективные пространства. Берем здесь РПН-1, РПН-1, РПН-1. Так что здесь получается коммутативная диаграмма. Это можно сделать в силу нашего предположения нечетности. Если я выберу точку здесь, точку здесь, я могу их поднять, каждую РПН-1. Поднятие будет определено с точностью до знака. Но мы предположили, что результат при умножении, при действии этой стрелки, тоже будет определен с точностью до знака. И тем самым, как точка РПН-1, она будет определена однозначно. Поэтому, если возьму точку здесь, точку здесь, я могу найти точку здесь, так, чтобы получилась бы коммутативная диаграмма. Вот получается такое непрерывное отображение. Хорошо. Тогда рассмотрим опять кольца когмологии всего, что здесь участвует. Ну, скажем, теперь образующая волоку, теперь будет, чтобы не путаться, ТЭПУ, что УИВ будет образующая здесь. Значит, я рассматриваю кольца когмологии. С звездой от, то есть, когмологии всех размерностей. Вот от этой штуки, это получается, значит, что там от Ф2, какую-то я беру образующую Т. Ну, и на этот раз у меня там степень на низу понизилась, значит, уже в Н-дой степени должно быть ноль. И соотношение такое, что ТН-Т равно нулю. Т в Н-дой степени. Теперь, что такое когмология произведения. Ну, опять же, общая теорема. Если мы знаем, что вот это кольцо, как устроено это кольцо, как устроено это кольцо, то, чтобы понять когмологию произведения, ну, здесь у меня были многочлены от какой-то переменной, вот от этого РПН-1 были многочлены от какой-то переменной У, назовем ее, где У это, там, ненулевой элемент в первой когмологии здесь. И, ну, соотношение такое было, что, опять же, УН равно нулю. И здесь были Р2, но здесь образующие в этом экземпляре, я обозначу чем-то через В, чтобы не путаться. Тоже соотношение ВН равно нулю. Так вот, когда я беру произведения этих штук, их когмология выглядит как многочлены от двух переменных У и В, ну, с теми же соотношениями. Значит, здесь кольцо когмологии вот от этой штуки всей, значит, его H, значит, это будет кольцо многочленов от Ф2 от переменных У и В. Ну, по этим же самым соотношениям профактуризованным, ВН равно нулю, ВН равно нулю. То есть, значит, ну, типичный элемент, это какой-то элемент кольца Ф2, поле Ф2, то есть 0 или 1, дальше УТ в какой-то степени и В в какой-то степени Ж. Это будет элемент, там, в когмологиях степени И плюс Ж. Потому что это одномерные классы. Хорошо. Теперь проделываем тот же самый трюк, что и раньше. Берем встречное отображение когмологии. Итак, я рассматриваю теперь, вот мы вот это отображение, значит, ну, там, как оно, 9 было Ж, а здесь, как раз, 5 получится. То есть, Ф со звездочкой, который, вот это когмологии вот этой штуки, Ф2, Т, профактуризованной по ТН равно нулю, отображает в Ф2, от чего там, У и В, профактуризованной по этим отношениям, УН равно нулю, ВН равно нулю. Теперь мы хотим понять, как устроен этот гомоморфизм, поскольку здесь имеется образующее Т, это кольцевой гомоморфизм, достаточно понять, куда переходит Т. Т был элемент, образующий в первых когмологиях здесь, он должен перейти в элемент первых когмологий. Как устроены первые когмологии здесь, степени единицы? Там четыре элемента. Значит, это грандуированное кольцо, значит, грандуировка УИ, В степени Ж, это И плюс Ж. Значит, чтобы получить единицу, я беру следующие четыре элемента. 0, У, В и У плюс В. Больше там ничего нет. Значит, вопрос в том, куда перешло под действием с звездочкой, вот это самое образующее Т. Вот сюда, сюда, сюда или сюда. Тот же самый трюк с одномерными циклами показывает, что Т перешло вот сюда, в У плюс В. По следующей причине. Я беру Ф со звездочкой от Т, который я хочу понять, что оно, кто оно, У, В, 0 или У плюс В, и спариваю его с одним из двух циклов. Значит, теперь здесь базис в одномерных гомологиях, значит, раньше у нас в РПН был просто один порождающий цикл, здесь теперь их два. Я могу взять цикл вот здесь, одномерный, умножить на точку здесь, или наоборот. Значит, тогда, ну, соответствующий, там, С1, С2 будет, или просто даже обозначу их как-нибудь, ну, так условно, скажем, там, РП1 умножить на точку. А другой класс, наоборот, П к точку умножить на РП1, вот на этот экземпляр. Ну, и что это такое будет? Это будет то же самое, что Т на образ вот этой штуки. Наоборот, у меня был F от РП1 умножить на точку. Ну, и то же самое рассуждение, что и раньше, с этими поднятыми циклами, которые, там, соединяет антиподы или замкнуты, показывает, что это не нулевой элемент в... Где? В первых гомологиях вот здесь. Значит, этот получается образующий в первых гомологиях здесь, то есть, тем самым, это не ноль. Ну, и аналогично для второго, для, я, например, точку, взятую здесь, умножаю на одномерный цикл здесь. На РП1, по тем же соображениям, это тоже получается не ноль. Значит, F со звездочкой Т это такой элемент в первых гомологиях, который и на цикле такого вида, и на цикле другого вида принимает не нулевое значение. Но это только у плюс В этим свойством обладает, потому что у и В, наоборот, будет там, нули на... там, ноль на один, и единица на другом. Значит, только у плюс В этим свойством обладает, то есть, тем самым мы доказали, что если со звездочкой Т это и есть у плюс В. Хорошо, как отсюда получить самую степень двойки, которая там была обещана? Ну, а теперь получается некоторая теория чисел. Знаете, какой треугольник Паскаля, как беномиальные коэффициенты записываются? Слово треугольник Паскаля говорят еще, или это старомодное слово? Хорошо, значит, тогда... Знаете, в каких случаях в треугольнике Паскаля все элементы, кроме крайних единиц, четные? Только в степенях двойки. Значит, это, ну, такое, значит, утверждение, которое... Ну, давайте посмотрим, там, один, 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 два, один, здесь получилось, там строчка называется ноль, это первая, это вторая. Потом следующая, там, один, три, три, один, это третья, а четвертая, снова должны быть все четные, там один, четыре, шесть, четыре, один, это четвертая строчка, степень двойки, все элементы, кроме крайних единиц, четные. И, значит, это единственный случай такой, значит, вот такое упражнение, там, на беномиальные коэффициенты или факториалы, уж не знаю, как это, там можно и комбинаторно это доказывать, а можно, исходя из формулы, знаете, с каким показателем простое П входит в разложение н факториал, целая часть н на п, плюс н на п квадрат и так далее, это надо просуммировать. Уж там по-всякому можно делать, чтобы доказать, что если в треугольнике Паскаля в некоторой н-ной строчке все числа, кроме крайних единиц, четные, то есть по модулю 2, нули стоят, то эта строчка имеет номер, степень двойки. Хорошо, и теперь из-за этого наблюдения доказываем Хоффа следующим образом. Значит, вот у нас был самый кольцевой гомоморфизм. Образующая Т, как мы заметили, перешла вот сюда, в плюс В. Тем самым, Т в степени Н, который здесь 0, перешло в В плюс В в степени Н. Степень этого Т перешли в соответствующей степени У плюс В. Значит, Н на степень, которая 0, перешла в У плюс В в этой степени, которая тем самым оказалась нулем здесь. Значит, получается, что, значит, еще раз, Т перешло в У плюс В, тем самым Т в степени Н, которая 0, перешло в У плюс В в степени Н, которое запишем по формуле бинома как сумму, там, коэффициентов Н, К какой-нибудь, У в катый, В, Н минус катый. Ну, У в Н и В в Н сами нули, поэтому суммировать можно не с нуля, а только с единицей и до Н минус один. Вот так вот. Но, когда вот эти числа К, Н минус К, это строго значит, меньше Н, это были элементы нашего базиса. Значит, вот в этом кольце там У и В, когда И, Ж, меньше Н, то это все независимая линия независимая образующая. То есть, такое равенство, что это 0. Значит, это должно получиться 0 с одной стороны. А с другой стороны, это комбинация ненависимых образующих того кольца с такими коэффициентами. Значит, по модулю 2 все они равны нулю. Значит, получили, что Н К по модулю 2 это 0 для всех К между единицей и Н минус 1. Ну, вот используя то теоретико числовое свойство, которое я упоминал, получается, что Н должна быть степенью двойки. Хорошо. У меня осталось, кажется, 5 минут на всю теорему Адамса, там, К-теории и сферах, так что, по-видимому, я уж не буду ее всю доказывать, только укажу вкратце, как как же это делается. Значит, в конце концов, в конечном счете некоторые аналогичные теории чисел, то есть, некоторые теории чисел, то есть, получается, некоторые сложные, более сложные вычисления с некоторыми не группами гомологии и комологии, а с некоторыми другими группами, К-группами, и более сложные теоретики числовые вычисления, ну, в конце концов, приводят к тому, что если наша сфера там была проррелизуема, То 2 в степени n должно делить 3 в степени n минус 1 И отсюда вытекает, опять же, в некоторой элементарной теории чисел Что n принимает значение 1, 2, 4 или 8 Значит, я только скажу, что такое это самое k-функтор И что за группа вычисления, с которой надо проводить k-функтор можно определить в следующем контексте Для произвольного кольца Пусть дано некоторое кольцо а с единицей, не обязательно коммутативное Мы хотим определить, ну пусть будет коммутативное, чтобы кольцо получалось Значит, а коммутативное кольцо Если оно не коммутативное, то получается просто группа, а не кольцо А если оно коммутативное кольцо, то получится новое кольцо А впрочем, ну хорошо, значит, что это такое? Мы рассматриваем проективные модули на да, конечно порожденные Что такое проективный модуль? Такой модуль, который в прямой сумме с чем-то еще дает свободный модуль Мы рассматриваем проективные модули Модуль f проективный, если f плюс е При некотором е, значит, f проективный Если существует такой модуль, другой модуль е Что f плюс е изоморфен свободному модулю Ну, конечно, порожденный у нас проективный модуль Значит, f плюс е будет как свободный модуль а в степени n Эти проективные модули можно складывать Они образуют полугруппу Эту полугруппу мы вкладываем каноническим образом Не вкладываем, а отображаем универсальным образом в группу Ее элементами служат формальные разности Один проективный модуль класс его Минус класс другого проективного модуля Происходит минимальное отождествление Здесь, которое приводит к группе Как увидеть, что бывают проективные модули То есть прямые слагаемые в свободных модулях Которые сами не свободные Ну, есть разные способы это увидеть Но нам ближе всего будет такой геометрический способ Мы, по сути дела, это видели Рассмотрим кольцо функции над двумерной сферой Вещественные непрерывные функции над двумерной сферой Это будет наше кольцо А Утверждается, что над этим кольцом Есть проективный несвободный модуль Кто это такой за модуль Е? Проективный, но несвободный То есть он будет прямой слагаемый в каком-то свободном модуле А сам свободный не будет Что такое вообще модуль над кольцом? Что-то такое, где-то можно складывать и умножать на элементы кольца Значит, мы хотим умножать на элементы этого кольца На функции на сфере Что можно умножать на функции на сфере? Что-то такое, что в каждой точке хорошо умножается на число Тогда, когда-то на... Что вы видите? Векторное поле Векторное поле Самая удачная штука Мы берем векторные поля На нашей сфере Сверху касательные векторные поля Значит, рассмотрим Е Это касательные к сфере векторные поля Значит, ясно векторное поле Но непрерывно можно умножить непрерывную функцию Получить новое векторное поле Если я к нему добавлю Свободный модуль Порожденный векторным полем Некасательным Которое, наоборот, торчит Перпендикулярно сфере в каждой точке Если я рассмотрю теперь Векторное поле во всем трехмерном пространстве Объявлющем Беру векторное поле, которое торчит наружу В каждой точке И умножаю его на функции Я получаю произвольное поле Непрерывное, которое идет в перпендикулярном направлении В радиальном направлении Значит, всякое векторное поле В трехмерном пространстве не касательное Каждая точка сферы Просто какой-то вектор трехмерный приписан Ясно дело, можно разложить на радиальный и касательный Поэтому, сложив вот этот самый модуль F Из радиальных полей Значит, E плюс F Это будет просто все непрерывные трехмерные Значит, векторные поля Лежащие в трехмерном пространстве Которые просто сдаются тремя компонентами Это будет трехмерный свободный модуль Заморф на А3 Тройки функций Три координаты вектора Вектор, это самый модуль Е, как мы видели Ну, не видели, но это значит из того, что мы доказали Легко это увидеть Не является свободным модулем Если бы он был свободным и добавили что-то одномерное к нему Он должен был быть двумерным свободным модулем Это бы означало, что имеется два векторных поля на сфере Такое, что я всякое другое непрерывное поле Могу записать как линейную комбинацию с коэффициентами Какие-то непрерывные функции Моих двух Почему это не так? Ну, потому что у первого поля где-то есть ноль Поэтому второе поле может только одно направление обеспечить И не может Если бы одно векторное поле Где-то там обратилось в ноль Второе векторное поле мне не поможет Сделать так, чтобы я мог бы получить любое векторное поле Тем самым любого направления в этой точке Как линейную комбинацию моих двух Поэтому этот модуль не свободный Это иллюстрация того, что у этого кольца будет нетривиальная к ноль группа К-теория, это таким образом и получается Мы у компакта рассматриваем кольцо функций И рассматриваем вот этот самый функтор к ноль этого кольца функций Геометрически это все равно, что изучать векторное расслоение на данном компакте Как мы его видим, например, в этих самых сфер И некоторые сложные вычисления, которые можно прочесть в разных книжках Например, книжки Хьюзмойлер «Рассловенные пространства» Или «У Атье очень сжато» Или «У Хэтчера» того самого Который рекомендовал здесь тоже книжка «Пока теории» Подробно все это сделано Значит, у меня на этом нет времени И на этом я и закончу Спасибо Аплодисменты Спасибо Аплодисменты Спасибо